всем привет сегодня любопытство пола вот на такую зарядку решил я для себя приобрести вот такой маленький кубик от югрин она 20 ваттная считается ган зарядка как вы можете заметить приобрел ее за 850 рублей в обычном магазине dns ну естественно хочу ее распаковать посмотреть и проверить как как она хороша или нет сравнить что не по пульсациям какие у нас протоколы естественно буду сравнить я вот с такой зарядочкой и от югрин который очень хорошо себя зарекомендовала в нем минимальные пульсации меньше чем даже у анкера именитого ну и соответственно все нужны протоколы у нее здесь есть сравним мы сегодня вот такой маленькой зарядочкой давайте приступим распакуем а то эта пленка раз бликует на камеру и вмешается вот так вот на камере будет намного лучше и приятнее без всяких бликов вот здесь такие вот имеют надписи кому это интересно на самом деле данная зарядка ранее она стоила почему-то дороже чем вот этого зарядка потому что все-таки ноган нога на транзисторах и как-то обычно они все стоили дороже почему сейчас на сегодняшний день а это секундочку март двадцать четвертого года сегодня почему-то это стоит дороже чем вот это странно удивительно почему так комплекте у нас как обычно небольшая макулатура которая принципе никому этому не нужно есть на русском языке номер модели cd 318 на паузе кому интересно можете прочесть я обычно это не читаю здесь тоже ничего особо интересного нету так собственно давайте перейдем к самой зарядки упаковано но слушайте ну да такой приятный такой кубик даже не чисто белого цвета не знаю насколько камера будет передавать он такой как бы как бы жемчужный что ли такой цвет не совсем это белый бело-жемчужного цвета весь вот если сравнить если камеру туловит цвета я сомневаюсь что она ловит то есть здесь это белее чем вот это на человеческий глаз это видно ну да ладно давайте посмотрим что у нас на корпусе написано вот такие характеристики если вы хотите сравнить у этих двух зарядок 5 вольт 3 ампера 9 вольт 2 и 2 ампера 12 вольт 1 из 6 ампер так а здесь у нас да в принципе такие же здесь три скину ну давайте что гадать давайте вы подключим и посмотрим что она себе представляет будем все это испытывать на этом тестере fnb 48 подключаем так кабель мы будем использовать высокоскоростной 100 ватный вот такой вот для удобства подключения так так место здесь включена на пульсации ну раз уж пульсация включилась давайте заодно и посмотрим что нас по пульсации а по пульсациям смотрите здесь все в порядке давайте я чуть-чуть яркость убавлю чтобы лучше вам было видно здесь она смотрите в пределах 30 40 милливольт вот здесь посмотреть давайте по стопорю на паузу 40 56 60 47 35 сушки но но это без нагрузки давайте мы немножко нагрузим хотя водя одним ампером и посмотрим что у нас будет мужем одним ампером ну так пляшет где-то до 100 милливольт в пределах разумного конечно мне кажется все таки вот это почище немножко а давайте далеко чтобы не ходить подключим заодно и эту и посмотрим ну да видите у этой зарядочке получше поменьше пульсация и надежда на камеру это на одном ампере без нагрузки вообще сказочные 20-30 милливольт все все таки все таки старые добрые зарядочки вот эти они хороши новые как не говори что-то там не совсем не дотягивает соточка как как не крутим но да ладно давайте посмотрим что у нас с протоколами сканируем протоколов смотрим так чардж 2 куча 30 бук дашь варап нету power delivery 30 да в принципе все то же самое что и у этой зарядки давайте ради интереса сравним можете ради интереса сравнить запускаем так так вот те же самые кучу звонок 302 кташ варап ничего нету ну и power delivery 30 20 ватт давайте ради интереса посмотрим что у нас по нагрузке тогда возьмем традиционно май нагрузочку и будем нагружать на 5 вольтах должно быть 3 ампера ну сразу говорю что мне нагрузка максимально 3 ампера дает больше не даст если 3 выдержит то это хорошо да выдержал смотрите на 5 вольтах 3 ампера четко держит это хорошо давайте триггер днем ее ну давайте quick charge 20 выберем триггер днем его в 9 вольт смотреть 1 на 2 1 3 ампера 15 2 ампера 24 25 26 все 26 ампера она ушла в защиту в принципе это нормально так ну давайте выберем power delivery установки для apple техники покупают ну и выберем 9 вольт давайте посмотрим смотрим что у нас здесь вот здесь у нас напряжение это у нас ток я выбрал линейку 9 вольтовую давайте смотреть поэтому то же самое что и какую часть будет даст такие же ампер ну да видите два с половиной ампера и выведет загрузку в принципе это нормально так ну давайте 12 вольтовую линию выберем посмотрим сколько по 12 вольтам максимум выдаст 13 14 15 16 17 18 все 18 почти 19 давайте по quick charge посмотрим на 12 вольтовый сколько так выберем quick charge 20 так и выберем 12 вольт линию и мы ее нагрузим давайте потому что тоже на 16 17 ампера максимум и уйдет защиту смотрим один ампер на 14 15 16 17 18 2 ампера но даже quick charge чуть даже больше ампера ну можно принципе выбрать и 30 только там очень долго будет будем мы набирать по 200 мили вольт видите вот видите здесь долго набирается вот для нас вольт 30 давайте посмотрим здесь сколько раз по ампера жо 1 и 4 1 и 5 ампера 1 и 7 примерно одинаково ну что в целом неплохая зарядка но единственная претензия у меня будет то по самому по пульсациям я думал что все таки она будет такая же как и это но все таки чуть-чуть но она все таки посмотрите 1 амперная нагрузочка и до соточки прыгает пульсация как ни крути мне конечно не особо нравится но это терепимо напоминаю включаем добро старую зарядочку и югрина сколько обычно и здесь у нас да даже не вытягивает даже за пределы 50 миллиаммили милливольт смотрите 53 бывает 54 вот вот это реально эталон минимальной пульсации вот это я уважаю действительно а вот то что конечно новые технологии нам дают вот эти ну такую себе но на самом деле если опять же сравнивать с тем же самыми анкерами которые у меня недавно были на обзоре на распаковке на тесте то все таки качество пульсации вот этой гановской зарядки от югрина поменьше будут потому что у анкера почему-то там тоже засуточку они переваливали как то так если у вас есть какие-то вопросы пишу в комментариях я отвечу если нужно еще какие-то тесты то пишите я прикреплю дополнительные видео в том же самом телеграм-канале буду очень благодарен вам за ваши лайки если вы поддержите данное видео но естественно если вы не подписаны на канал то советую подписаться на канале много чего интересного по электронике по зарядкам по автомобильным аксессуаром и много много другого интересного так что рекомендую подписаться вы обязательно что-то интересное для себя найдете ну а я с вами не прощаюсь до новых видео пока пока